В кафедральном соборе столицы Швеции хранится странная картина Стокгольмское чудо На ней запечатлено реальное событие, произошедшее в истории города 20 апреля 1535 года над Стокгольмом появилось 5 ярких, будто солнечных дисков Объекты словно зависли в небе От них исходило невероятное свечение Событие привлекло внимание всех, без исключения жителей средневекового города Сообщение о появлении в 16 веке неопознанных летающих объектов Могло кануть в лету или превратиться в одну из легенд Но его увековечил художник Урбан До сих пор неясно, откуда взялись эти летательные аппараты Неужели сотни, а может и тысячи лет назад на Землю прилетали пришельцы? Дорога в Апстейт из Нью-Йорка занимает всего один час Это пригород мегаполиса Марк Бринкерхоф Теперь в этих краях бывает не часто Сейчас он живет на Манхэттене Но именно в Апстейте прошло все его детство И случилась самая невероятная встреча 30 лет назад он тогда, обычный американский школьник, гулял в этом парке со своей собакой Ближе к тому месту, вот там, это было, когда я направился к центру луга Я посмотрел наверх и увидел появление яркой звезды Которая остановилась над моей головой и потом начала двигаться Спускаться, спускаться, спускаться Я видел, как она увеличивалась в размерах Становилось все больше и больше Больше луны Потом я просто пошел в их направлении туда Видите, где играют дети? Желтый корабль, вот там Они меня взяли и понесли Следующее, что увидел Марк Исходящий от корабля яркий луч света Перед ним оказались огромные двери Страха не было Скорее, желание узнать, что внутри Двери открылись и мы вошли в гигантскую комнату Там были люди, все до двух с половиной метров высотой Огромного роста люди Они просто носили меня, говорили со мной Мы разговаривали телепатически Их рты не двигались, не открывались Они говорили немного, как вы себя чувствуете, как дела От землян пришельцев отличал не только необычно высокий рост Судя по описаниям Марка, это были как минимум представители Некой неизвестной на нашей планете расы Удлиненные глаза с удлиненным разрезом Типа того, как выглядят американские индейцы Коренные американцы Длинные волосы, андрогинная внешность Своего рода смешанного пола Выглядят как мужчина и женщина в одно и то же время Но в основном более мужественного вида После той встречи, по словам Марка В его памяти остались даже не воспоминания, а скорее ощущения Приятное тепло, запах цветущего сада И непривычное полное отсутствие каких-либо звуков Очнулся он на этом лугу Но что самое удивительное, вскоре пришельцы вернулись Спустя полгода странный объект заметили на школьном дворе Во время прогулки Из-за угла появился гигантский НЛО Как гигантский серебряный футбольный мяч И повис там, а учителя повели всех обратно в школу Так что это основные события, произошедшие со мной На Западе исследователи называют таких контактеров Репитерс Те, кто повторно встречались с пришельцами И даже общались с ними О Марке Бринкерхофе Писали американские издания О нем рассказывали по телевидению Хотя сначала делиться воспоминаниями Он ни с кем не собирался Поговорил только со своим отцом Мой отец сказал мне, что он поверил этому Он видел НЛО в 1967 году Над нашим домом были два НЛО И в то время мой дом находился недалеко от этого места Так что мой отец всегда полностью верил А моя мама поначалу относилась к этому скептически До того момента, когда она сама увидела НЛО над нашим домом Сообщения о случаях появления НЛО и контактах с пришельцами Начали всерьез исследовать в середине 20 века В 1947 году в штате Нью-Мексико был обнаружен неизвестный объект Потерпевший крушение Военные и ФБР провели совместное расследование 19 сентября было официально заявлено Что объект имеет внеземное происхождение С тех пор сообщения о летающих тарелках, светящихся шарах и пришельцах Постоянно поступают едва ли не из каждой страны мира Но только ли в 20 веке НЛО начали прилетать на Землю Легенду о золотом корабле, прибывшем со звезд, оставили инки Древние китайцы рассказывали о летающем огнедышащем драконе О греке, о небесной колеснице Гелиоса Что это за удивительные летательные аппараты Кто и зачем посещал Землю тысячи лет назад И откуда прилетали древние астронавты Улытау, самый центр Казахстана Горы, которые испокон веков считались святыми Известно, что поклониться этому месту Приезжал даже величайший завоеватель Тамерлан Здесь же находилась и первая ставка Золотой Орды Чем так притягивали эти вершины? И почему до сих пор люди поднимаются на высоту более тысячи метров Чтобы помолиться в пещерах Улытау? Сейчас мы это слово расшифровали Олтау Древнее тюркское слово Улы Это означает Всевышний Тегри, Бог То есть это место, где Съедает Бог Или место, где можно общаться с Богом Или место, которое очень близко находится к космосу Кто установил здесь связь с космосом? Эти скалы Виктор Крюков знает как свои пять пальцев Уже 30 лет он изучает природу Улытау В горах часто живет по нескольку дней Фиксирует, где в заповедной зоне появился молодой можжевельник А где орел построил гнездо Но некоторые находки и для Виктора по сей день остаются загадкой Сам находил такие, типа кратеры, оплавленные Прямо в скале такое углубление И камни поплавлены, как лава Но непонятно, как она появилась там Откуда? Воронка, плавленные камни Печь там никакая не могла быть, чтобы это такая температура Ну, никто интересовался, никто это не знает Откуда могло это взяться? Тоже загадка Легенда гласит На самый высокий пик этого горного массива Акмешит Давным-давно приземлялись те Кого местные жители называют Сошедшие с небес Горы, наверное, свой какой-то магнетизм имеют же Все-таки какой-то Они же, наверное, весь летают По каким-то датчикам, по приборам Может, и что-то притянуло Археологи обнаружили у подножия этих гор Множество древних артефактов Доказано, в районе Улы-Тау еще два с половиной миллиона лет назад Жили гоминиды Далекие предки человека разумного В эпоху париолита и неолита Здесь находились стоянки первобытных людей Может, как раз они и заинтересовали Сошедших с небес С вершины Акмешит Вся местность как на ладони Отличные наблюдательные пункты Все это связано, действительно, с космосом Действительно, хотя горы небольшие Хотя и в Казахстане другие большие горы Но эти горы небольшие Но она близко находится к космосу Конечно, это визуально Или там географически Или там относительно высоты измерять Она небольшая, 1100 метров Но, как говорится, в космическом связи Она очень близко находится к точке Таких точек, например, скажем, в Кыргызстане Сулейманто В России, на Алтае Белуха В Америке Сан-Франциско В Японии Фудзиама В Армении Арарат Истаки, и там тоже идет С древнейших времен поклонений У подножия горы Акмешит Всегда жили шаманы Здесь стояли их шатры В священных могилах Покоятся семь стариков-мудрецов Которые владели великими знаниями Они исцеляли и предсказывали будущее И сегодня считается, что бездетным родителям Достаточно переночевать в одной из пещер Улытау И святые помогут им обзавестись потомством Бактияр Кожахметов сам встречал одного из тех Кому удалось исцелиться Его жена несколько лет не рожала И вот они недавно поднялись на эту гору Попросили у Всевышнего И она, пожалуйста, сейчас забеременела Так может, знания шаманам передали те Кто находился на вершине горы По легенде, и сами сошедшие с небес Оставили потомство Древний род рожеволосых двухметровых гигантов Но кем были сами пришельцы? И зачем они прилетали на Землю? Эта небольшая керамическая статуэтка Их называют Догу Уменьшенная копия древнего астронавта Других вариантов быть не может Специалисты определили На этом скафандре есть и датчики, и трубки питания И защитные устройства Создатели Догу Древнее племя Айнов Населявшее территорию Дальнего Востока И японских островов Это племя, которое описывает Очень подробно описывает Как выглядели Кто прилетал И что им сообщали небесные учителя Они очень четко отделяют Какие-то религиозные символы Какие-то божественные Такие эфемерные понятия И конкретных вполне осязаемых учителей Которые прилетали к ним По этой версии Сто древних астронавтов Прибыли на Дальний Восток В третьем тысячелетии до нашей эры В результате Айны Которые до этого занимались Собирательством и рыболовством Создали уникальную культуру Дземон Согласно легендам Как раз пришельцы И передали Айнам Новое знание Благодаря этим знаниям Айны просуществовали Как цивилизация Достаточно долгое время В течение нескольких тысячелетий И были очень сильно потеснены И практически уничтожены Их осталось всего-то около 40 тысяч Буквально там 200 лет назад И около 200 лет назад Уже понимая, что завоеватели Практически могут вот-вот уничтожить их Они принялись хоронить И прятать самое святое, самое дорогое Что у них было Если мы возьмем, например Храм Мая Чечен Ица Там есть четко запечатлены Люди в скафандрах То есть человек При всей его богатой фантазии Никогда бы не смог нарисовать Пришельца в наушниках В очках В скафандре С молнией С застежкой молнии И сзади у него был летательный аппарат В Южной Америке В 20 километрах от побережья Тихого океана На одной из песчаных гор Нарисован огромный канделябр Высота его почти 130 метров На симметричном трезубце Размещено множество мелких знаков Оставить такой рисунок Стоило большого труда С высоты птичьего полета Поверхность горы кажется гладкой Но на самом деле Она изрыта канавами Шириной до 4 метров Кому понадобилось Оставлять этот знак И что он означает Древние люди Такое не спас Особенно были испытывать Это я считаю символ Аналог тому Что мы земляне Оставили на поверхности Луны То есть Лунная станция советская Оставила на Луне Символ С изображением гимны СССР В 59-м году А в 69-м году Американцы Оставили на Луне Свой американский флаг Видимо Инопланетяне Решили увековечить Первую высадку На поверхность всей Земли Вот таким образом С помощью Так называемого Анского канделябра Неподалеку от Анского канделябра Находится и знаменитое Плато Наска Высокогорную равнину Покрывает огромная Безжизненная пустыня На ней нарисовано Около 700 Гигантских фигур И более 13 тысяч Линьи Нам приходилось Исследовать это плато В течение почти Двух месяцев Мы находились В самых потаенных уголках Ну нелегально конечно Но иного выхода нет Мы поняли Каким образом Наносятся эти рисунки Там просто два слоя Почвы Один сверху темный Его толщина Примерно 10 сантиметров Дальше идет светлый Достаточно обычной Совковой лопатой снять Верхний слой И получается белая линия На плату нарисованы Гигантские геометрические фигуры Животные, рыбы и пауки Есть и силуэт человека Правда с невероятно большой головой Очень напоминающий Шлем астронавта Похожее изображение Путешественник Александр Редько Обнаружил и в других уголках земли Древние знаки Сохранились на скалах На берегу реки Катунь В России И в Монголии Фигуры так называемых космонавтов То есть я называю так Людей с большими головами Возможно это действительно шлемы И в других уголках планеты Это довольно частое явление Невозможно сказать Что это все перерисовалось Одно с другого Потому что они не контактировали Между собой по тем временам Но кто в далекой древности Мог использовать эти взлетно-посадочные полосы Ведь сотни лет назад Не существовало ни самолетов Ни вертолетов Во всяком случае Так принято считать в наше время Быстрее мысли колесница двигалась Как птица в небе Поднимаясь к солнцу и луне И опускаясь на землю С громким ревом Такое описание странного летательного аппарата Сохранила древнеиндийская Книга гимнов Ригведа Непонятно что это За сверхскоростная колесница И кто на ней летал По крайней мере Ригведа Вот описывает Что почти все Да почти все боги Имели в своем арсенале Какое-то летающее средство Древнеиндийский эпос Рассказывает о богине Утренней зари Ушас Прекрасная дева Также перемещалась на сияющей колеснице Она никогда не опаздывала Всегда появляясь на небе В назначенный час Она на блестающей колеснице На шикарных конях Выдвигается на небосвод И восхищенные боги Смотрят на нее И провожают ее глазами Вот она тоже ездит На этих колесницах На этой колеснице Запряженные конями И колесницы во многом Даже отличаются Не столько по своей форме Сколько конями Которые запрягаются У одних какие-то булавные кони У других там рыжие Гнедые Такая картина В одном из стихов эпоса Сообщается о колеснице Которую построил полубог Мастер Рибху Автор даже приводит Своеобразные технические характеристики Аппарат имел треугольную форму Два крыла Был трехэтажным Управляли им трое пилотов А на борту Могло находиться До восьми пассажиров Если бы древние Стали выдумывать Какой-то летательный аппарат Он скорее всего Был бы небольшого размера Вроде ступы лавы и ги Или там лодки С крылышками А тут видишь В три этажа Огромный дом Что же это могло быть И само собой Приходит в голову Воздушный шар Монгольфьер Монгольфьер Аэростат с оболочкой Наполненной горячим воздухом Изобретен он был во Франции Первый полет совершил 5 июня 1783 года Для производства Таких летательных аппаратов Не требуется Высокого развития Ни химической Ни металлургической Промышленности Так может Действительно Жители древней Индии Поднимались к солнцу И луне На воздушных шарах Поскольку он такой большой То создается впечатление Что там вот именно Как раз Целый дом И несколько этажей И там комнаты богатые На самом деле Он конечно пустой И люди находятся Только в небольшой гондоле Я не вижу вот никаких причин Почему бы в древней Индии Вот такой Монгольфьер Нельзя было построить Если в то же время Во Франции В 18 веке Они уже Летали Но если все так просто То каким образом Воздушные шары Могли перемещаться Со скоростью мысли Древние индийские тексты Описывают Некие Виманы Которые развивали Сверхвысокие скорости Кандидат Технических наук Сергей Сухинов Считает Виманы Создали Пришельцы Виманы Я думаю Были Такими Маленькими Летающими аппаратами Типа наших вертолетов Только они использовали Для передвижения Не винты А радиационную силу Описание их есть Причем Очень подробные Виманы Были настолько Простые управления Что Пришельцы Которые обитали В древней Индии Они обучали Наиболее Так сказать Продвинутых Представитель Древних индийцев И они Могли летать На этих летательных аппаратах Сегодня Увидев такой объект В небе Его вполне Могли бы принять За летающую тарелку Вот только Создавать такие аппараты В наше время Умеют и земляне Летающие тарелки О которых Вот много говорят Это Как сейчас Многие знают Это секретная техника Такая Которую использовали США СССР Сейчас в принципе Эти летательные аппараты Имеются Ну В секретном режиме Иногда используются Для каких-то Шпионских целей Перемещается тарелка За счет работы Электрокинетического Двигателя Подъемная сила Появляется Благодаря созданию Потока Вихревых колец Нетрадиционно Но вполне Объяснимо Изобретены Такие летательные аппараты Были еще В 20 веке Чтобы Чтобы в древности Появились Вот такие Летающие Самолеты И ракеты Для этого Требовалось бы Очень высокое Развитие Цивилизации Именно Всепонетного Масштаба А древние цивилизации Как мы понимаем Они видимо Где-то локально Только поднимались Вверх И достигали Каких-то высот Вот Но что касается Допустим Вот летающих тарелок С электрокинетическими Двигателями Я думаю Что В принципе Эта техника Могла бы Существовать Но если самолетов И ракет В древности Не существовало То что это за предмет Такие экспонаты Хранятся в музее При Государственном Банке Колумбии Их возраст Около тысячи лет В 20 веке Эти птички Были детально изучены А их увеличенные копии Даже Выдержали Аэродинамические Испытания Американские Авиаконструкторы Попытались Воспоздать Модели Этих Золотых Самолетиков Величную Мельчину И они летали Показывали Хорошие Аэродинамические Характеристики Летные Характеристики Я думаю Эти летательные Аппараты Которые использовала Другая Раса Инопланетян Которая находилась Не в Древней Индии А на Южноамериканском Материке И Они использовали Эти самолеты Оказалось Что среди Золотых самолетиков Есть разные Модели Грузовой Аппарат Разового Использования Для посадки На воду Субакваплан Аэрокосмический Самолет С откидывающейся Передней Частью Всего их Было найдено Более 30 В Колумбии Коста-Рике Венесуэле И Перу Но если есть Уменьшенная Копия Значит В древности Существовали И реальные Самолеты Я уверен Что Где-нибудь Такой Летательный Аппарат В реальности Существует Мы знаем Что В Южноамерике Найден По крайней мере Два Две сети Подземных Туннелей Где якобы Находится И библиотека На золотистых Пластинках И странные Артефакты Я думаю Что летательные Аппараты Они не исчезли С планеты Земли Они находятся В этих Подземных Туннелях Согласно Одной из Древнеекипетских Легенд В стране Фараонов Также была Подобная Подземная Шахта Причем Использовали Ее Для запуска Ракет Судя по Описаниям Находилась Она Недалеко От экватора Видимо Древние Астронавты Были Прекрасно Осведомлены Что Именно Такое Расположение Позволяет При запуске Снизить Энергетические Потери С этого Подземного Космодрома Фараон Совершил Путешествие В ближний Космос Там Описывается Реальная История О том Как Фараоны Доставляют На странных Аппаратах Под землей То есть В коре Земли Некие Божественные Слуги Потом он Встречается С богами Под землей И дальше Описывается Старт Из Шахты Ракен В 2008 году Неподалеку От самой Древней Египетской Пирамиды Джосера Была обнаружена Деревянная Фигурка Похожая На птицу Вырезана Она была Более Двух Тысяч Лет Назад Долгое Время Находка Хранилась В Каирском Музее Пока На нее Не обратил Внимание Профессор Анатомии Халил Мессиха Он заявил Что Это Вовсе Не птица А модель Планера Об этом Говорит и вертикальный Киль Которого нет У пернатых И точно Рассчитанный Размах Крыльев С тех пор За артефактом Закрепилось Название Египетский Планер Но откуда Все эти Летательные Аппараты Могли появиться В далеком Прошлом Неужели На Землю Действительно Прилетали Инопланетяне Вероятность Существования Жизни Ну в почти Бескрайней Вселенной И даже В пределах Нашей Галактики Чрезвычайно Велика И количество Возможных Обитаемых Миров Должно Исчисляться Никак не меньше Чем Миллионами А может быть Даже Миллиардами Из которых Естественно Большая часть Возможных Цивилизаций Конечно Нас обогнала В своем Развитии О прибытии На Землю Пришельцев Сообщает И книга Еноха Обнаруженная В составе Эфиопской Библии В 18 веке Согласно Древнему Тексту На Ближнем Востоке Высадилась Целая Космическая Экспедиция Предводитель Этих Небожителей Их было Порядка 200 Высадившихся Значит На одной Из гор Синайского Полуострова Он говорит Что если Вы Не хотите Следовать За мной То вы Можете Отказаться Но тут же Небожители Сыны Неба Так называемые Поддержали Сказали Что мы Выполним Это И тоже Поддержали Его идею Самое интересное Что среди Небожителей Были как Особи Мужского Пола Так и Женского Пола Но Но почему Тысячи лет Назад Жители Земли Принимали Пришельцев За богов Или небесных Учителей Вероятно Именно Они Передали Людям Письменность Религию И даже Научные Знания Так Древнеегипетские Иероглифы Появились В готовом Совершенном Виде Ученым Египетологам Так и не удалось Найти никаких Следов Проп И ошибок Которые Неизбежно Должны были Возникнуть При изобретении Письменности Также Чудесным Образом В Китае Появились Иглоукалывания Или Иглотерапия Нет признаков Того Что Кто-то Из людей Бился Над этой Научной Безусловно Очень сложной Проблемой О связи Тех или иных Точек На теле Человека С внутренними Органами Эти знания Были получены В готовом виде И с тех пор За тысячу лет Абсолютно Не усовершенствовались Дошли до нас В конечном виде Но действительно ли Те Кого в древности Называли богами Так сильно Отличались От землян Кто скрывался За плотным стеклом Скафандра Находился на борту Сияющих Колесниц Ивиман Существует Доказательство Того Что Появлялись Так называемые Хронотуристы В определенной Эпохе Развития Разных цивилизаций Которые Оставляли Некие знания Некие следы Так как Они Немножко По-другому Выглядели Это не Значит Что Они не Являются Носителями Человеческой Генетики Потому что Они пришли Из будущего Согласно Этой Довольно Распространенной Теории Те Кого называют Древними Астронавтами Это Гости Из будущего Наши Непосредственные Потомки Уже В ближайшее Время Человечество Совершит Ряд Научных Открытий И научится Перемещаться Не только В пространстве Но и Во времени Более того Отправлять В прошлое Смогут Не только Людей Но и Биороботов Биороботы Они оптимизированы Под определенные Задачи И они действительно Выглядят Как представители Другой Расы Другой Генетики Вообще Но они Выведены Искусственно И выведены Практически Ну Нами Только В будущем В Китае Сохранились Придания О том Что когда-то Вместе С великим Небесным Императором Хуанди На землю Спустились И 40 Братьев Чию Они отличались Огромной силой И необычайной Выносливостью Это Железные Братья Чию 40 Братьев Близнецов Которые были Очень похожи Друг на друга Такие мощные Железные Слуги То есть Это Четко Летописи Утверждают Что это Не люди Это Именно Создания Которые Выполняли Любое поручение Которые могли Работать Круглосуточно Неужели Братья Чию Были Роботами Известно Что близнецы Служили императору Несколько сотен лет А потом Вышли из строя Легенда Гласит Что император Хуанди Прилетел Из-за Семи пределов Но неясно О чем идет речь Семь созвездий Семь парсяк Или Семь световых лет Передвигался Небесный император И его многочисленное Сопровождение На огнедышащем Драконе Видимо Вытянутый Какой-то Предмет Объект Летательный аппарат Покрытый металлом Из одного Конца Которого Видимо Этот конец Называют Пастью дракона Вырывается Пламя И вот Этот Дракон В кавычках Садится В древнем Китае Китайцы Так сказать Встречаются Вольгу Небесного Повелителя С этого момента Китай становится Поднебесной империей А Хуанди Обучает свой народ Всем азам Как правильно Создавать оружие И очаги Для обжарки еды Как строить Жилище Как воспитывать Детей Из летописи Нам известно Что У Хуанди Было не менее Двух Тренок Благодаря которым Ну цитирую Он Хуанди Не знал Препятствий Ни во время Ни в пространстве Он мог Залезать внутрь Этих тренок И перемещаться Перелетать С места на место Судя по всему Древние астронавты Перемещались По землению Хаотично А точно Рассчитывали Свой маршрут Но как это возможно Неужели Много тысячелетий Назад Уже были составлены Карты Материков И континентов На территории Башкирии Была найдена Каменная плита На которую Нанесена Рельефная карта Уральского региона Правда К примеру Там где на ней Изображен Уфимский каньон Сейчас протекает Река Уршак Но такие Несовпадения Как раз Понятны Возраст Каменной плиты 120 миллионов лет Но кто Мог составить Эту карту Ведь если Верить Современной науке Людей Тогда просто Не существовало Дается Космическая Съемка Той земли Которая была Тегу То есть Судя по всему На околоземной орбите Боскутник Который Отсканировал Поверхность Земли Но кто Направил Зонд Астероид К Земле Неужели За нашей планетой Наблюдали Инопланетные Цивилизации Земляне Сами запустили В далекий космос Четыре зонда Пионер 10 Стартовавший Еще в 1972 Году Движется Сейчас В направлении Звезды Альдебаран Которая Ярче Нашего Солнца В 150 Раз Неужели В далеком Прошлом Пришельцы Уже Отправляли Нам Подобные Послания Если Это так То должны Были Сохраниться Обломки Инопланетного Зонда Я Был Ракетным Инженером И Моя Кандидатская Диссертация Которая Защитила Моя В 1984 Году Была Посвечена Как раз Обломкам И осколкам Летательных Аппаратов Ракетных Самолетов Я проведил Специальные Эксперименты По подрыву Летательных Аппаратов И изучал Несколько Тысяч Обломков Которые Образовались При взрыве Сергей Сухинов Обнаружил В Подмосковье Необычные Камни Внешне Они Напоминают Осколки Метеорита Вес Находок Два С половиной И Двадцать Килограммов Поверхность Одного Из камней Оказалась Оплавлена Словно После Соприкосновения С атмосферой По данным Сухинова Это И есть Уцелевшие Фрагменты Инопланетного Зонда Этот зонд Он В отличие От наших Космических Зондов Он создан Не из металла Он создан Из камня Но В нем Внутри него Вшито Огромное количество Проводов Элементов Электронных Схем Странных Приборов И в нем Вшито И послание Послание Адресованное Ну Видимо Разумным Существам В чем Послание Видим Материальных Знаков Знаков Около Миллиметра Высоту Эти знаки Расшифровать Послание Пока не удалось Но если До земли Добрался Зонд Астероид Значит След за ним На нашу планету Прибыли И его создатели После Смерти Физического Тела Душа Переходит Тода В этого Быка А после Смерти Уже Самого Быка Душа Тода Улетает К себе В созвездие Быка На далекую Родину А Быка Вместе с телом Сначала хоронится Тело Сжигается И хоронится А потом Сверху Сжигается И хоронится Прах Быка Все это Все это В потайных Местах В лесу Но о какой Далекой Родине Мечтают Тоды Неужели На земле Есть прямые Потомки Инопланетян Зная Об этом Факте Стали искать Подходящую Обитель себе Направили В разные Места Вселенной Свои Так сказать Корабли И в том числе И на нашу Землю Попали Те племена Дагонов Которые Называли себя Люди Птицы В Южной Америке Также Были Обнаружены Так называемые Камни Ики На круглых Камнях Оказались Изображены Сюжеты Которые Явно Противоречат Официальной Исторической Хронологии Так На многих Из них Видны Динозавры И млекопитающие Юрского Периода Как вы думаете Люди Выкапывали Останки Этих Динозавров И рисовали Их на камнях Или же Они были Очевидцами Согласно Общепринятой Научной Версии Гиганты Юрского Периода Вымерли Задолго До появления На земле Человека Но неужели Соседство Людей И динозавров Все-таки Было Возможно Сейчас до сих пор Ищут И не могут Найти Антропологи Так называемое Связующее Звено Между Человекообразными Обезьянами И человеком Теория Дарвина Потерпела Крах Нет звена Потому что Как показали Современные Генетические Исследования Генотип Хромосомный Набор Неандертальца С человеком Похож А вот Австралопитека И прочих Человекообразных Обезьян Ныне живущих Не похож Совсем Генный набор Не мог Меняться Значит Было Несколько Линии Развития Человечества В 20 веке Ученые Доказали На земле Когда-то Действительно Существовал Теплый Континент В Индостане Африке И даже Антарктиде В отложениях Одного и того же Возраста Были найдены Останки Листозавров Гигантские Рептилии Некогда Населяли Единый Континент Который Впоследствии Разделился На несколько Частей Его-то И могли Населять Люди Но Пришельцам Сириуса Точнее Их Потомкам Пришлось Покинуть Этот Райский Континент О катастрофе Планетарного Масштаба Которая Стала Следствием Смещения Оси Вращения Земли Рассказывают И славянские Веды Они говорят Что Звезды На небе Переменили Свой Путь И на небе Оказались Другие Созвездия И Наступил Тогда Полярная Полярный День А потом Наступила Полярная Ночь И пошел Снег И вот Люди Вынуждены Были Покинуть Этот Континент Но Что Могло Сместить Планету С ее Привычной Оси Вращения Возможно Причиной Этому Стало Появление У земли Нового Космического Соседа Луны Возможно Вот этот Захват Землей Луны И стал Катастрофичен Для земли Произошел Сдвиг Литосферы Полюса Перешли В области Экватора И Видимо Это Привело К гигантским Катаклизмам Но как Луна Могла Вдруг Неожиданно Появиться Возле Нашей Планеты На сегодняшний День Некоторые Ученые Склоняются К версии Что Луна Вовсе Не Естественный Спутник Земли А Искусственный Планетоид Оборудованная Мощными Гипердвигателями Она Пролетела Через Десятки Световых Лет Луна Была Космической Базой Аннунаков Тех Кого Древние Шумеры Называли Своими Богами И Создателями Людей Информация Об этом Сохранилась На глиняных Клинописных Табличках Обнаруженных Археологами Действительно Если Землю Открыли Не просто Ради Любопытства А для Того Чтобы Свершить Туда Колонизацию Нашей Планеты Космические Корабли В этом Деле Помочь Не Могли Поэтому Аннунаки Использовали В качестве Космического Корабля Огромную Летающую Планету Шумеры Назвали Нибиру Странствующая Планета На Глиняных Табличках И на Цилиндрических Печатях Шумерских Хроник Изображен И процесс Который Буквально Потряс Современных Генетиков Это Создание Человека Смешение Божественных И земных Компонентов Аналог Современного Оплодотворения В пробирке Но зачем Аннунакам Понадобилось Создавать Людей Одна из Версий Пришельцам Нужны были Рабочие Для добычи Золота На земле На планете Нибиру Действовал Защитный Золото Содержащий Экран В искусственной Атмосфере Рассеивали Золото Потребность В драгоценном Металле Постоянно Росла Его добычу Нужно было Увеличивать Для этой цели И использовали Полудиких Землян Заставляя Икс Добывать Золото Которого На земле Было Предостаточно Но Для того Чтобы Эту Задачу Выполнить Если верить Тем же Хроникам Шумеров Они сначала Людей Вынуждены Были создать Методы Генной Инженерии Используя Видимо За основу Кармонионсов Людей Похожих На нас Но не наших Прямых Предков Археологические Исследования Подтвердили Что в Южной Африке В течение Каменного Века Велись Горнодобывающие Работы С Вазиленди Сохранились Золотодобывающие Шахты Глубиной До 20 метров Африканское Племя Зулу Сохранило Легенды О том Что работали Под землей Люди Искусственно Созданные Богами Есть Вот Скульптура Небожительницы Так называемой Предположительно Инана Которая Могла Летать Из района Междуречья В северную В южную Африку Где добывались Где были копии Добывали золото И так далее В нашей Солнечной Системе Древних Астронавтов Интересовала Не только Земля Инопланетяне Судя по Шумерским Глиняным Табличкам Обнаружили И другие Планеты Еще Еще сто Сто лет Назад Знаменитый Астроном Джованни Скиапарелли Открыл На поверхности Марса Каналы Позже На красной Планете Были обнаружены И сфотографированы Структуры Названные Лицом Марса Или Сфинкс Кто мог Создать Эти загадочные Объекты И почему Пришельцы Добравшись До Марса Покинули Эту планету Если обратимся К снимкам Марса То мы увидим Что огромное Количество Поверхности Марса Занято Очень большим Рвом Который Насчитывает Порядка Сотен Тысяч Километров По всей Видимости Огромный Астероид Прошел Касательно Поверхности Марса И после Эту он Стал Безжизненным То есть Вся атмосфера У него Исчезла И Все Живое Что там Находилось Погибло После Катастрофы Постигшей Марс Древние Астронавты Сосредоточили Своё внимание На нашей Планете В своем Научно-техническом Развитии Мы пока Так и не достигли Уровня Небесных Учителей А большинство Землян В существование Инопланетных Цивилизаций До сих пор И вовсе Не верят Хотя Доказательства Становится Все больше И больше Каждую неделю Астрономы Открывают Новые Экзопланеты Находящиеся Вне нашей Солнечной Системы В том числе Планеты На которых Теоретически Может существовать Жизнь Легенды Могут Могут И земляне Люди Все дальше Продвигаются В космос Запускают Спутники И космические Станции Пришельцы Наблюдают За происходящим И говорят Нам об этом Они стараются Помочь Землянам Достигнуть Того будущего В котором Существуют Они сами Они обладают Любопытными Вещами Свободной Энергией И они полагают Что человечество Готово И двигается Вперед Во многих Преданиях О небесных Учителях Сказано Что они Обещали Вернуться На Землю Если людям Понадобится Их помощь Возможно Эта встреча Действительно Состоится Но только Совсем На другой Территории После того Как мы Земляне Подобно Древним Астронавтам Откроем Для себя Иные Миры Вселенной Субтитры Продолжение следует... Субтитры 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 Субтитры